Всем привет, меня зовут Илья, сегодня мы будем учиться играть скользящие флажолеты. Видео максимально лаконичное и простое. Миллион лет назад я наткнулся на своем канале на комментарий следующего содержания. Как играть скользящие флажолеты. И в этом комментарии было столько боли, было столько крика души, что я задумался. И он как бы все это время жил во мне, этот комментарий. И я не мог спать ночами и думал о нем, думал как бы снять это видео. Я понял, что речь идет именно об этом. Как мне кажется, некоторых музыкантов-басистов мучает, мучает играть и то. Вот эти его фишки на безладовом басу, которые прикольно звучат, обогащают, так скажем, игру. И вообще так мало кто играет, это редкие такие нюансы, редкие краски. Мало кто вообще знает об этом. Поэтому я, как говорится, перед тем, как сесть, мониторил YouTube, посмотрел, есть ли вообще на эту тему именно скользящиеся какие-то видео. Ни у кого я не нашел. Не знаю, может быть я слепой, там ничего не знаю, ничего не вижу. Но не нашел я видео, поэтому решил снимать это видео. Сегодня мы об этом поговорим. Итак, начнем сначала. Что нам для этого нужно? Более-менее свежие хотя бы чуть-чуть струны, которые еще немножко издают каких-то звуков. Не совсем убитые в говно. Потому что флажелеты на говняных струнах звучат говняно. Поэтому мы должны какие-то более-менее нормальные струны. У меня еще стоит R2Sound, который еще пока не изжил себя до конца, поэтому мы сегодня с ним поработаем, так скажем. Значит, более-менее струны. Второе элемент – это искусственный флажелет. Искусственный флажелет – это тот самый, который играл Жака Пасториус, любил играть. Вот это вот суперверхний регистр, который делал из бас-гитар гитары. И люди слушали и думали, вау, это, наверное, гитара играет, там неподготовлено ухо, у них шок был. То есть бас-гитара могла какой-то невероятный диапазон от гитары до жирного супер-баса. В общем, искусственный флажелет – это мы находим вот эту позицию, зажимаем ноту, которая нужна. И находим позицию, так скажем, на струне, извлекаем, глушим большим пальцем струну, кладем большой палец на струну и извлекаем указательным пальцем обертом. Итак, как делал Пасториус вот этот самый искусственный флажелет, второй элемент? Собственно, мы находим правильную позицию. Как только у нас меняется наша нота, мы должны двигать, соответственно, вместо искусственного флажелета. Потому что будет тогда тусклое, надо именно точно попадать в эти места, и это нужно набивать руку. Соответственно, первая фраза, вот типа у Пасториуса. Значит, находим это место. Вот тут я не попадаю, видите, не попадаю? Вот тут. Вот, то есть мы должны постоянно искать, постоянно как бы нарабатывать вот эти вот места, зная фразы, так скажем, набивать руку. Руку уже вырабатывает вот это видение уже по инерции, по, так скажем, по мышечной памяти. Это нужно тренировать, тренировать. Третья вещь, которая нужна, это глиссанда. Глиссанда – это так называемое скольжение от одной, от другой. Но не просто скольжение, а... Звучат еще ноты, которые между двумя этими нотами. Глиссанда, глиссанда. Здесь мы извлекаем самый искусственный флажелет. Можно таким образом потренировать. Например, вот, рай мы играем. Не получилось? О, получше. Хреново. О, хорошо, хорошо. Плохо. Хорошо. Нормально. А, не попадаю. Ну, в общем, вот здесь ищем. Например, ноты влево идут, мы смещаем пальцы. Ну, здесь вот неудобно. Соответственно, все просто. Извлекаем искусственный флажелет. И делаем глиссанда. Итак, вот это тоже. Что у нас влияет на хороший флажелет, на хороший скользящий флажелет? Не как у меня, а нормальный. У вас лучше наверняка получится. У меня, значит, естественно, нормальные свежие струны. Руки из того места, из плеч, хотя бы растущие. Значит, соответственно, сам первый момент извлечения атака. Чем лучше она получилась у вас, тем ярче у вас получится вот этот глиссандо. Сам вот этот скользящий флажелет. Также влияет даже расположение датчиков, потому что в разных позициях, например, на разных басах по разному датчику, в позициях, которые ближе к датчику, будут звучать лучше, потому что атака будет лучше. В общем, все влияет абсолютно. Атмосферное давление, горят леса. Еще влияют комбики. Например, если немножко перегружать звук, гейна добавлять, то еще лучше будет звучать, потому что атака будет сильнее. И на хороших комбиках будет звучать лучше, и эти апертона будут передаваться прямо как надо. Поэтому от комбика тоже очень много зависит. Если играть в линию, будет все гораздо хуже. Также может быть на разных басах звучать разные ноты, извлеченные искусственным флажелетом по-разному. На некоторых некоторые ноты будут лучше звучать, на некоторых другие ноты будут лучше звучать. Это связано с тем, что по-разному расположены датчики, разная мензура и так далее, и так далее. Поэтому это все будет смещаться, если вы понимаете, о чем я говорю. Например, флажелеты, извлеченные рядом с датчиком, будут лучше, Потому что ближе к дачку, лучше атака я Вот, на этом все, что я хотел сегодня сказать Спасибо за внимание Пробуйте, пробуйте, экспериментируйте Наверняка у вас получится лучше, чем у меня Я на 100% в этом уверен Эта тема такая на любителя Не моя, так скажем, не мой сорт травы Я так, ну, чуть-чуть посмотрел Так скажем, не особо мне это интересно, честно говоря Но, так скажем, пища на будущее Пища для развития, как говорится И когда есть чем заниматься, всегда хорошо Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Обязательно ставьте колокольчик Чтобы мои просмотры, так скажем, совсем в днище не упали Обязательно колокольчик жмите Также подписывайтесь на мой инстаграм А то там вообще что-то никого нету Даже как-то грустно от этого Потому что чем больше фидбэка, фидбэка тем лучше Вот, все, всем любви, доброты На этом сегодня все, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok